Варя подмачивает мою репутацию. Варю, не мочи меня, ладно? Вот такие у нас тут шуточки и игрушечки. Она нашла такой творческий процесс мочить водой камни. Сегодня дерево. И они меняются. Цвет меняет, меняет какой-то, значит, облик. И ей это интересно. Вчера играла почти полтора часа так. Сегодня вот она мочит дерево и я ей мешаю, как я понимаю. Я никак с вами не начну тему долголетия. Поскольку я обещал ее освещать, то я ею, конечно, занимаюсь и я читаю. И еще раз повторяю, что территория Абхазии или вот этого местности еще при Советском Союзе была одна из четырех территорий, считающейся территориями долгожителей. Ну, все, кто на Кавказе живет, скажут, нет, у нас тоже долгожители, у нас тоже. А вот и не все. То есть у вас есть долгожители, но такого вот массового, чтобы средний возраст всего населения был выше, чем у других, в общем-то, не во всех республиках встречается. Другое дело, что все республики по-разному в советское время переживали это время. Поскольку есть республики, которые много депортировали народа, значит, ну, в общем, не совсем у них было правильное проживание, поэтому мы, скажем так, что не всем дали, может быть так. А здесь вот это было, что здесь долголетие. И я читал местных, как скажем, писателям про это долголетие, и у них интересное мнение. Потому что долголетие-то местных жителей уже давно известно. И вот в начале того века поехали сюда ученые, которые решили это долголетие свищать. И читая у местного писателя рассказ об этом, я, конечно, очень удивился. У него там возникла такая тема, что те, кто поначале приезжал и фотографировал вот стариков, кому за сто лет, он им всем навредил. Прямо приводятся имена, приводятся фамилии этих фотографов. Я уж не буду все это выдавать и не буду никого компрометировать. Но идея-то там такая, что вот у местных жителей раньше считалось, что фотографироваться долголетнему жителю нельзя, потому что фотоаппарат у него отнимает тень, крадет тень. И когда тень у него украдена, она уходит, он в скорости умирает. Вот прямо приводятся примеры. Вот этого сфотографировали, вот тот-то, и вот он умер. Он прямо так и считал, у меня украли тень. Вот. Последние, конечно, сведения у него указаны, это в 50-х годах прошлого столетия, что вот этот тоже считал, что у него украли тень, и поэтому он тоже прекратил. Ну, жизнь у него ушла, но ушла, конечно, в таком возрасте, 120 там или еще что-то. В общем-то, особенно на тень-то не пожалуешься. Но была еще одна версия долголетия. Значит, тоже называется имя старика, который много прожил. И причина его жизни, что он боялся умереть. Вот он так боялся, что он куда-то попадет не туда, и что там все совсем не так, как здесь. Здесь хорошо, а там будет все не так. Что он боялся умереть, поэтому долго прожил. Долго прожил. Вот такие причины я пока услышал. Вот. Я... Ну, то есть причина прекращения долголетия и причина долголетия. Но я на этом, конечно, не остановлюсь. Я еще постараюсь поисследовать и все-таки поискать причины, почему же долго здесь жили. Но здесь есть одна особенность, что долголетие здесь женское. Женское. Вот это интересно. Хотя и семьи здесь большие, женщины здесь много рожали. Но основные вот... Ну, вот такой вот в массе женщины здесь достаточно долго жили. Может быть, это связано с местным продуктом. Я уже вам рассказывал, что здесь повышенное количество железа в продуктах, поскольку почва здесь желтоземы и красноземы. Это окисел дегидрат железа. Вот. И вот этот железо, конечно, женщину дает в исполнении, поскольку у них потери крови, сами знаете, бывает достаточно часто. У них специальные циклы. Вот. И восполнение вот этого дефицита железа очень важно. Может быть, это одна из причин того, что женщинам здесь лучше живется. Вот. Может быть, какие-то другие. Ну, вот, дочь считает, что здесь вполне хорошие условия для того, чтобы восстанавливаться после родов, для того, чтобы вообще поработать хорошенечко с бесплодием. У нее вот сегодня пост там в инстаграме вышел, где рассказывается о нескольких случаях бесплодий, которые она помогла и родили женщины. Ну, помогла, конечно, вот не природными, а специальными средствами, которые она знает. Так что, дорогие мои, давайте дальше будем изучать, что такое долголетие. Я надеюсь, что мы раскроем этот секрет, и вы тоже будете долголетними. Мне пообещали тут много. Один человек дважды мне пожелал еще сто лет жизни к тем, которые у меня есть. Я надеюсь, что хоть в какой-то степени его предсказание исполнится. Ну, и постараюсь оправдать надежды или оправдать свойства этой местности. Ну, все, мы закончили нашу игру. Вот, Варя намочила ты всю деревяшку, да? Деревяшку намочила? Ну, здорово! Вот, посмотрите, какая у нее сегодня красивая деревяшка стала, да? Прямо покрашена водичкой, и все хорошо. Вот, Варя, у нее водяное творчество. Вы видели на стене, а сегодня мы с вами видим это все на деревяшке. Так что, всем здоровья, радости, ну и всем не хворать, всем долголетия. Аминь! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок